И снова распаковка. Для кого-то долгожданная, для кого-то ненавистная, а кому-то от нее ни холодно, ни жарко. Посылочек не так много, поэтому каждую рассмотрим более подробно. Всем привет, дорогие друзья! Итак, в первом пакете оказался долгожданный блок питания. Заказал я его для своей частично самодельной паяльной станции, которую ждет глобальная переделка и доработка. Если быть точнее, то пока это не паяльная станция, а паяльник с регулировкой температуры. Но я уже получил паяльный фен, теперь вот пришел мощный блок питания на 24 вольта. Осталось дождаться кое-какой инструмента и можно будет приступать к переделке. Поэтому, друзья, следите за каналом, будет интересно. А пока давайте проверим блок питания. Жесть какая-то! Включил блок питания и из кондера подтек электролит. На самом конденсаторе есть отверстие на крышке. Какой-то кондер, кстати, весь битый-перебитый. Да. Причем он в таком состоянии еще и работает. 23,7 вольта. 24, конечно, нет. 23,7. Но конденсатор в таком состоянии оставлять нельзя, надо менять. Рассмотрел внимательно упаковку и пришел к выводу, что поврежден был конденсатор во время транспортировки. Есть повреждения и на внешней оболочке, и на внутренней, как раз в том месте, где был конденсатор. Вся этикетка поплыла как раз от электролита. То есть, как бы, винить продавца смысла нет. Возможно, он, да невозможно, скорее всего, отправил исправный блок питания. Но, к сожалению, в пути может произойти что угодно. В моем случае пробит конденсатор. Тем не менее, открою спор, попрошу продавца частично мне компенсировать ущерб. А следующая на очереди такая беспроводная приколюха. Есть блок управления нагрузкой, есть пульт дистанционного управления этим блоком. С помощью него мы можем на расстоянии включать и выключать что-либо. Сейчас проверим. Тут, слава богу, все конденсаторы целые. Напряжение питания составляет 12 вольт, плюс-минус подписан. Это хорошо. Этот клеммник для выводных контактов от реле. Мягко говоря, странная конструкция кейса. Скорее всего, он универсальный. Выпускался для разных электронных устройств. И данное устройство в него не очень-то вписывается. Отверстия, точнее прорези под провода, находятся по центру. А нам надо их сделать с краю. Но я пока этого делать не буду. Давайте обойдемся пока без корпуса. В режиме покоя потребление составляет 10 мА. Горит красненький светодиод. Так, ну и попробуем нажать какую-нибудь кнопку. Слышали, да, наверное, как сработало реле? Она замкнула контакты. В этом случае потребление составляет уже 37 мА. Чтобы выключить, надо нажать другую кнопку. Контакты разомкнулись. Замкнулись. Разомкнулись. В пределах квартиры, я думаю, нет смысла бегать, проверять дальность. Так как все равно и будет недостаточно. Отбегать надо значительно дальше. В описании товара я не нашел дальность. Но в отзывах люди пишут, что берет она и за 150 метров, и больше, даже через пару стен. Вот этот смотанный спираль-провод играет роль антенны. Я так думаю, если использовать внешнюю антенну, какую-нибудь телескопическую от старого радиоприемника, то дальность приема сигнала можно еще увеличить, причем значительно. Предусмотрено три режима работы, переключение между которыми осуществляется вот этим джампером. Один режим вы уже увидели. Давайте посмотрим, что произойдет без джампера вообще. Нажимаем кнопку А. Реле замкнулось и разомкнулось. То есть реле замыкает свои контакты только на то время, пока я давлю на кнопку. Держу, держу. Реле держит контакты. Отпускаю. И реле размыкает контакты. Кнопка Б в этом случае уже не работает. Никак на него наш блок не реагирует. Ну и третий режим. Давайте замкнем два контакта другие джампером. Нажимаем кнопочку А. Реле замкнуло контакты. Кнопку Б. А ничего не происходит. Чтобы отключить реле, надо нажать еще раз кнопку А. Замкнули, разомкнули. Замкнули, разомкнули. Третий режим схожий с первым. Различие заключается лишь в том, что мы и включаем, и отключаем реле одной кнопкой. На плате имеется маленькая кнопка. Она предназначена для того, чтобы настроить новые брелки на этот модуль. Прикольная штучка. Будет полезна тем, кому приходится перемещать свой организм на некоторое расстояние. Подниматься или опускаться. Только лишь для того, чтобы что-то включить или выключить. А подключать к ней можно любую нагрузку 250 Вольт 10 Ампер. То есть мощностью почти 2 кВт, даже больше. Надо только не забыть проделать отверстия входные и выходные для проводов. В следующей посылке лежали два модуля. Это так называемые бестабильные реле. На борту платы всего одна кнопка. По переменным нажатиям которой мы то замыкаем, то размыкаем контакты реле. Я бы назвал эту штуку электронной кнопкой. Так понятнее и проще. Будьте внимательны при подключении. Вот на этой колодке крайний вывод является положительным. Потом минус. А вот эти два, они дублируют нашу кнопку. То есть, если вам необходимо поставить какую-то другую кнопку на каком-то удалении, подключаете сюда проводами и замыкаете контакты уже в том месте, где вам это удобнее делать. Подаем питание. Потребление составляет 11 миллиампер. Какое-то удивительное совпадение. Многие китайские модули кушают именно эту величину. От 9 до 12 миллиампер. Этот ЕСТ-11. Да, кстати, напряжение не выставил. Здесь 12 вольт должно составлять. Но при 12 вольтах, я смотрю, потребление тока не меняется. Итак, нажимаем кнопку. Контакты замкнулись. Загорелся зеленый светодиод, сигнализирующий о том, что контакты замкнуты. Нажали еще раз. И контакты разомкнулись. При замкнутых контактах потребление катушкой реле составляет 46 миллиампер. Ну, не только катушкой, а всей платой. 46 миллиампер. Ну, в принципе, не так много. Мизер. Кстати, на плате, параллельно нашему светодиоду, имеются два отверстия для подключения еще одного светодиода. Сделано это с той же целью, что и дублирование кнопки вот этими двумя контактами. Если вам необходимо на панели прибора разместить светодиод, не обязательно отпаивать маленький, мучиться. А достаточно припаять проводочками вот к этим выводам и соединить с вашим светодиодом. Сколько я уже модулей пересмотрел, но вот такое решение вижу впервые. Дублирование двух элементов самых нужных и кнопка, и светодиод. Классно придумано. Производитель молодец. Однозначно твердая пятерка ему. Пришли два XLR разъемчика. Один мама, другой папа. Они имеют три контакта, как видите. Благодаря вот этой вот защелке обеспечивается надежный контакт. Вставляется очень туго. С щелчком. Плюс резиночка какая-то между контактами. Возможно, хоть какая-то, но влагозащита. Мне не нужны для... В общем, не скажу для чего. Скоро сами все увидите. В следующих роликах они будут принимать непосредственное участие. Следующая посылочка – очередной электронный модуль. Это реле времени. Таймер. В общем, эта штука способна творить чудеса с контактами реле. Это и простое замыкание, и размыкание контактов через установленное нами время. Также цикличное – то замыкание, то размыкание. Опять-таки, через определенное заданное время. Всего четыре режима. Впрочем, давайте подключим, чтобы увидеть своими глазами. Итак, подключили модуль. Видим, потребление составляет 28 мА. Горит красненький светодиод на плате и загадочное число 1.0 на дисплее. Видимо, одна секунда. Запуск этого устройства по-хорошему надо осуществлять с кнопки, но у меня под рукой нет. Буду замыкать пинцетом. Замыкается положительный вывод колодки и средний. Сработало реле, отсчитало 1 секунду и разомкнуло контакты. То есть, по умолчанию у нас реле включается на 1 секунду. Давайте попробуем изменить это время. Чтобы зайти в меню настроек, надо нажать и удерживать первую кнопку. Около 2 секунд. Зашли. П1. Это как раз первый режим работы. Кнопкой средней, вот этой, мы выбираем сегмент, который необходимо изменить. Нам надо изменить средний сегмент. Мы его изменяем третьей кнопочкой. Увеличим до, скажем, 5 секунд. И выходим отсюда опять средней кнопкой, перебирая до конца остальные сегменты индикатора. Все. Реле готово к действию. 5 секунд выставлено на экране. Замыкаем. Бежит время. Отчитывает 5 секунд. И все. И отключается. Во время работы, на тот момент, пока контакты замкнуты у реле, горел синенький светодиод. Не обратил внимания на потребление, но вы, видимо, видели. Давайте еще раз глянем. Потребление составляет 55 мА. В два раза больше, чем в режиме ожидания. Что, в общем-то, тоже не так много. Мы рассмотрели первый режим работы, а всего их здесь аж 4. Давайте снова зайдем в меню. Нажимаем еще раз первую кнопку и выбираем второй режим работы. Опять средней кнопкой изменяем требуемый сегмент индикатора. Выставлена опять 1 секунда. Поставим тоже 5. Пять секунд. Еще раз нажимаем выбор сегмента. Ага. Продолжение настроек. Здесь еще какое-то время необходимо изменить. Выставлено 1,8 секунд. Ну, давайте поставим тоже 5. Нет, давайте побольше. 7 секунд. 7 секунд. Ну и выходим отсюда. Итак, у нас выставлено во втором режиме два времени. Первое 5 секунд, второе 7 секунд. Что это значит, сейчас увидим. Замыкаем контакты. Пошел отчет времени. Контакты не замкнуты. А вот сейчас они замкнулись на 7 секунд. Все понятно. В общем, первое время это пауза, через которое наши контакты должны замкнуться. Максимальное время, которое можно задать на дисплее, составляет 999 минут. Не секунд даже, а минут. Это делается переносом нашей точки, третьей кнопкой. Нажали один раз. Точка исчезла совсем. Это означает, что наши 5 секунд сейчас превратились в 50 секунд. Еще раз нажали, загорелась третья точка. И наши 50 секунд теперь означает 50 минут. То есть, если мы сейчас выставим 3 девятки, это время будет равняться 999 минутам. Нажали еще раз и вернулись в исходное положение 5 секунд. Так, давайте перейдем в следующий режим работы, в третий. Нажимаем и удерживаем кнопку, выбираем третий режим. В нем происходит... Что в нем происходит? А в нем происходит цикличное переключение. То есть, через определенное время контакты замыкаются, и через определенное время размыкаются. И происходит это циклично по кругу бесконечно долго. Похоже, через 3 секунды, да? Давайте попробуем изменить время. Вместо 3 секунд поставим 5 секунд. 5 секунд. Причем в этом режиме совсем не обязательно замыкать контакты. Кнопка здесь не нужна. Как только мы подадим питание, реле сразу же побежит отсчитывать время на замыкание, потом на размыкание. Размыкание, замыкание. Так, ну, с этим режимом, я думаю, тоже все понятно. Давайте перейдем в следующий, в четвертый режим. В четвертом режиме по умолчанию также стоит единица. Единица, изменим ее сразу на, ну, пусть будет 3 секунды. Так, и все, и все. Очень похож на первый режим. И что произойдет? Ага. Ну, в принципе, то же самое. Единственное, в первом режиме устройство делало паузу перед стартом, здесь же оно делает паузу после старта. Сразу же бежит время. Нет, в первом тоже сразу срабатывает. Странно. Что-то очень похоже эти два режима. Не вижу отличия между ними. Так, в общем, покуролесил я тут за кадром и разобрался я с этим четвертым режимом. Оказывается, все просто. Замыкаем эти два контакты и удерживаем. Так вот, пока я держу замкнутыми эти контакты, время стоит на месте. Стоит не разомкнуть, и оно сразу же начинает бежать. Причем это время останавливается и устанавливается в исходное положение, как только я замыкаю их снова. Для чего это сделано интересно, где это может пригодиться, не знаю. Но вот в этом и заключается отличие от первого режима, в котором я хоть буду держать, хоть не буду, но время побежит сразу же, как только я замкну контакты. Вот и все четыре режима. Все режимы работы по-своему интересны и, безусловно, полезны. На сегодня это последняя распаковка. Все ссылочки на товары, как обычно, под видео в описании. Спасибо за лайки и подпись. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова